Светитель Лиан Златоуст В 88-й беседе на Евангелие от Иоанна Грех мучает, а добрые дела увеселяет душу Духовные дела похожи на драгоценный камень Который, как ни обратишь его, отовсюду увеселяет зрение Например, сотворил кто милостыню Он не только питается надеждой на будущее Но он наслаждается и здешними благами Он ничего не опасается и все делает с великим дерзновением Преодолел ли кто злое вожделение Еще прежде наступления царствия Он уже здесь получает плод Слыша похвалу и одобрение от всех А прежде всего от собственной совести Да таково и каждое доброе дело Между тем, как дела злые, еще прежде гиены Здесь уже мучат совесть Если ты грешишь, то подумаешь ли о будущем Поражаешься страхом и трепетом Хотя никто не наказывает тебя Подумаешь ли о настоящем Видишь, что имеешь много врагов И живешь в подозрении И не можешь даже прямо и посмотреть на обидевших тебя Лучше же сказать на тех, которые не обидели От греха не столько получаем мы удовольствие, сколько скорби Тут и совесть вопиет И посторонние люди осуждают И Бог прогневляется И гиена угрожает поглотить нас И мысли не могут успокоиться Тяжек поистине тяжек И невыносим грех Тяжелее всякого свинца Кто сознает его за собою Тот отнюдь не может смотреть прямо Хотя бы был и очень бесчутым Так Ахав, хотя был крайне нечестив Но почувствовав грех Ходил с поникшей головою Сокрушался и скорбел Потому-то он и вретище возложил на себя И проливал источники слез Если мы будем это делать Если будем плакать, как Ахав И сложим в себя грехи, как Закхей То и мы получим прощение Как при опухолях и язвах Сколько бы кто не прилагал к ним лекарств Не остановив наперед притекающей и распространяющей рану материи Все бывает напрасно Потому что не остановлен источник зла Так бывает и с нами Если мы не удержим рук от любостяжания И не прервем этого нечистого потока То хотя бы стали давать И милостыню все будет напрасно Что врачует милостыня То затопит, испортит и сделает еще худшим любостяжание Итак, перестанем сначала хищничать И тогда уже станем подавать милостыню Если же мы сами будем стремиться в пропасть Какую будем иметь возможность остановиться Когда человека падающего один станет тянуть вверх Что делает милостыня А другой будет увлекать вниз То от такой борьбы не произойдет ничего более Кроме того, что этот человек будет разорван И так, чтобы нам не потерпеть этого И чтобы милостыня не оставила И не покидала нас В то время, как любостяжание влечет нас в долу Облегчим себя и воспарим горе Тогда, освободившись от дел злых И сделавшись совершенными через упражнения в делах добрых Мы сподобимся вечных благ Господу нашему слава во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!